Всем привет! Вчера не удалось закончить разборку шкафа. Позвонила соседка и я пошла к ней в гости. Просидели там до вечера, проболтали. Ну, я в общем-то не об этом. Это вот просто моя мелодия, которая так вот уже распустилась, расцвелась. И такая вообще стоит из себя красивая. А я хочу показать другую. Смотрите. Вот, 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 вот. Вот вы видите, да, как лепесточки уже отходят один от одного, и она должна распуститься. Это такая, как бы, желто-лимонного цвета орхидея. Ну, может быть, она может называться Аласио, но, судя по величине цветков, она не подходит к этому названию. Поэтому я ее поискала, нашла название ей Кандела. И вот она уже вот-вот-вот. Это второе домашнее цветение. Первое было где-то в октябре прошлого года. Купила я ее в начале, по-моему, прошлого года. Я ее не рискнула даже ничего чистить там по корням делать, потому что такой цветонос уже у нее растет. И стоит она вся такая там зеленая. Ну, ничего, ничего. И вот я думаю, что цветочек даже может уже и сегодня распуститься. Ну, это еще не все. Тут у меня вот уже в таком счастливом ожидании вот-вот-вот мини-орхидея розовые цветочки. Нет у меня названия для нее. Не удалось найти. Это ее первое домашнее цветение. Я ее купила в прошлом году. Она долго цвела двумя цветоносами. Такие красивые розовые цветочки. И теперь тоже выдала два цветоноса. Вот один уже вот-вот-вот распустится. Ну, второй еще растет. Такие у меня приятные... Это не неожиданности, нельзя сказать. Это ожиданности. Но, тем не менее, когда орхидея выдает тебе домашним цветением цветоноса, и ты вот так вот в ожидании, что вот-вот она раскроется, ой, это так приятно. А я пошла шкафом заниматься. Вчера я так самонадеянно сказала, сейчас я отдохну, выключу видео, потом вернусь и быстренько это все вытащу и почищу. Помою, уберу. Ага. А тут позвонила соседка Татьяна, вот из того дома, который у нас там во дворе. Пригласила к себе. Я к ней пошла, и мы просидели и проболтали до самого вечера. Все это осталось. Сегодня утром. Такие мысли. Сейчас я быстренько встану, все это вытащу. Тут сколько мне надо было еще? Три полки вытащить. Там не так много всего. Сейчас я это быстренько вытащу, помою, почищу и расставлю. Сниму там минут 10, и все, вы увидите завершение. Ага. Пришла на кухню. Ой, а надо же мне это. Так, что это мне? Это уксус. Ставлю. Он у меня здесь. Сюда стоит. Пришла и думаю, так, нет, надо сначала поставить цветочки поливаться, так как я вчера их поливала. А потом, пока сюда делала, цветочки уже польются. Мне же надо их принести сюда. Принесла. Сколько там их получилось? Больше десятка. Перенесла. А, да, они у меня без нецветущие. Нужно развести удобрение. Развела. Полила. Налила. Так, налила. Теперь можно, наверное, уже и заниматься. Что-то тут доставать, что-то еще делать. Ой, посмотрела, а уже пока это я отсюда... Уже время как бы пришло, кушать хочется. Время завтрака. Ну, сейчас я тут приготовлю завтрак, позавтракаю и быстренько продолжу. Сделайте вот что-то в завтрак. Какой-то бутерброд, кофе. Ага, пока-то в завтрак. Я тут посчитаю комментарии. Читаю комментарии, пока читала там. Пришла, сейчас приступлю. Ой, а уже пришло время. Уже час времени прошло. Надо орхидеи сливать. Потому что уже, ну, достаточно им. Слила. Пока слила. Пока слила. Ага, так это... Сейчас начну. Сейчас начну это делать. Ну, и, в общем-то, в какой-то момент я уже приступила. Вытащила все это отсюда. Все эти полки помыла. Не буду этого снимать. Зачем это тратить на это время? Это все время лишнее. Что-то там. Ну, помыла, ну, достала там. Расставлю, просто сниму. Сейчас вот уже все. Помыла, вытерла. А, нет. Надо, чтобы высохла. Сохнет. Пока сохнет. Я тут сейчас быстренько, у меня там бельишко имеется. Сейчас я это бельишко постираю. Там машинку все это, машинка стирает. Тут я поставила на балконе. Ага, тут на балконе надо цветочки подрезать. Там какие-то подрезала, какие-то полила. Знаете, это так бесконечно. А потом нет. Все-таки пошла. Прошла, взяла стульчик, села, тут повытаскивала. Это же я уже помыла, в смысле, повытаскивала эту вот. Я ее вытаскивала, хотя бы сказать, поставила назад там. Ну, вот эту вот колочку. Я ее повытаскивала, перед этим вытащила, чтобы можно было туда нырнуть. И там повытирать, потому что внизу там до стенки тяжело доставать. Значит, поставила ее назад. Хорошо. Все это уже высохшее, можно расставлять. Ну, в общем-то, слава Богу, можно это делать. Тут машина посигналила, что надо уже доставать белье и развешивать. Встала я за стульчиком, пошла развешивать белье. Ну, в конечном итоге, уже наконец-то теперь можно. Значит, все это я вот здесь расставила, как вы видели. А там вот внизу оказалось много вот этих вот горшков у меня из-под орхидей, которые и пришлись... Нет, это я все покупала. Это я все покупала, большие горшки. И поменьше я уже туда поставила, которые. Ну, вроде бы, выбрасывать я их не буду. Может быть, я их попытаюсь продать, может быть, нет. Пускай стоят на всякий случай. Это кашпо, в которых я покупала орхидеи, которые нас заставляют покупать. Поэтому они тоже пока пойдут туда. Поставлю все это туда вниз. Теперь, там, когда я внизу разбирала, у меня нашлась вот такая вот... Такой агрегат. Мы когда переехали уже жить сюда, как бы сами самостоятельно, я все время думала, нет, я не хочу того покупать фарша, который там в магазине, неизвестно, что туда в него крутят. Я вот хочу такой себе, там, нежирный, всякое такое. Мне нужна мясорубка. Ну, нужна, говорили, говорили. И вот в 2008 году моя дочь поехала, младшая, стажироваться в Италию, в итальянском языке. Ей университет вывел грант, ей оплатили учебу, оплатили жилье, там, деньги, там, на питание. Ну, и, в общем, она поехала туда. Ой, она там была, город Перуджи называется, там специальный такой университет для иностранцев, где стажируется в итальянском языке. Но мы так сделали ей маршрут, раз она туда попала. Она была и во Флоренции, она была и в Венеции, она была и в Риме. А это было дело перед Рождеством. И она на Рождество попала на площадь в Риме, там, где папа выступает перед этим там собором. И получила, как бы, благословение от папы римского. Вот. Ну, неважно. Потом она прилетела, и, боже мой, мой ребенок припер мне этот подарок. Вы не представляете себе, какая она тяжелая. Я не знаю, у нас то ли их из алюминия там делали, то ли из чего-то. Ну, я не знаю, сколько она. Килограмма три весит не меньше, как здоровенный такой арбуз. Вы же думаете, я ей хоть раз пользовалась? Нет. А почему? А потому что у нас же там, когда мы жили в Украине, у нас были там, ну, что там, стол какой-то в кухне, да, накрытый там клеенкой. Ну, на него можно прикрутить спокойно мясорубку, покрутить мясо, открутил там без никаких проблем. А тут нет, я не могу на эту мебель прикручивать, потому что эта мебель не моя. Я прикручу, а вдруг там следы какие-то останутся. Нет, не могу. Поэтому поставила, и никогда ей не пользовалась. Ну, не знаю, куда ее, может быть, я ее попытаюсь когда-нибудь продать на интернете. Ну, она уже простояла там, сколько, сейчас скажу, с 2008 года, 13 лет. Ну, может быть, я соберусь ее в конечном итоге. А я купила себе электромясорубку, там вот она у меня стоит, я ей пользуюсь постоянно, для мяса именно, перекручиваю. Так, значит, здесь я в коробочку составила лавровый лист. Очень интересно было почитать такой комментарий по поводу лаврового листа. Типа, как это вы его там используете, 10 лет, вот у него срок годности 9-10 месяцев. Мне это смешно, как это. То есть вы сушили лавровый лист, привезли в магазин, 10 месяцев и выбросили. Странно довольно. В нем нет никаких питательных веществ. Какие питательные вещества могут быть в сушеном лавровом листе? Кроме запаха, мне никаких питательных веществ не надо. Вы можете использовать, я забыла, для чего мне там эта женщина предложила использовать. То ли что-то там с головой делать, то ли еще что-то. То есть для этого он как бы годится, а для этого нет. Мне и так хорошо. Он мне пахнет хорошо лавровым листом, и буду я им пользоваться еще следующие 10 лет. Так, сюда я посоставила. Что я сюда составила? А, да, хотела сказать большое спасибо всем, кто написал мне, для чего кумин. Для плова. Для плова. А я забыла, это же для чего я его купила. А я же его и купила, для того, чтобы его сыпать в плов. Я вообще в плов, обычно, когда готовлю, я ложу туда головку чеснока, кладу, надо правильно говорить. Ну, кладу у нас как-то не очень это получается. Это как-то раньше было ложу, потом стало кладу. Ну, бог с ним, кладу головку чеснока туда. Вот, и как-то про кумин, я зира, зира, я никогда не знала, что такое зира. Ну, оказалось, что это кумин. Теперь я буду сыпать туда. Это же я для этого и купила. И я купила тертый, и купила такой в этих, ну, зернышках. Попробую в зернышках. Как это, какой даст мне вкус. Так, там у меня уже эта крышка в этой коробке стоит. Пускай она там стоит. Так, здесь я постелила салфеточку. Сюда я поставлю те специи. А, вот еще у меня гвоздика. Это я, когда мне хочется маринованных грибов, я иду, покупаю шампиньоны, маленькие выбираю. Делаю маринад с гвоздичкой, там со всем чем полагается. Сахар, уксус и так далее, ловый листик. Прокипячу там, не знаю сколько, ну, может, с полчаса. И, в принципе, сырые можно есть. Потом это в баночку с килограммом, там, наверное, получается как раз такая небольшая баночка. В холодильник. И потом там через 2-3 дня, пожалуйста, маринованные грибочки с удовольствием. Так, это гвоздичка. Пахнет хорошо. Растает. Так, что это у меня? Сладкая паприка. Сладкая паприка. Это я пользуюсь каждый день. Поставлю вот здесь вот. Помидоры. Салат, огурец, помидор. Так, это у меня летняя зелень. Готовки. Тоже пускай стоит здесь. Я постелила салфеточку, пускай стоит здесь. Так, это перец тут. Три вида перца разного. Ежедневно пользуюсь. Это семена кориандра для рыбы и для свинины. Кстати, очень хорошо. Я всегда это туда. И вот это такой интересный момент. Я купила у нас тут в гастрономии на Кайру. Продается там целая стена висит разных сушеных грибов. Я все названия не помню. Я помню одно только название. Щитаки и помню порчини. Порчини это белые грибы. Порчини это вообще по-итальянски как-то больше. Или даже по-английски, по-моему, они тоже порчини. Машурунс. Машурунс это грибы. Ой, как пахнет. Значит, они такими ломтиками засушены, упаковочка 5 долларов. И я как-то покупала. Один раз купила, второй раз купила. То в кашу, то в суп какой-то. А потом я подумала, ну мне не надо такая целая упаковка. Как бы это мне много. И я взяла процессор. Сейчас покажу. Вот такой вот обыкновенный процессор. Ой, тут у меня в этом... Разбирать еще и разбирать шкафу можно. Здесь у меня все для выпечки. Вот такой вот обыкновенный процессор. Туда эти сушеные грибы перемолола. Пересыпала их в эту баночку. А эта баночка, кстати, из-под перца. Здесь был перец. Так уже и продавался. Перец вместе с этой перцемолкой. И теперь, если мне надо, я могу перевернуть. И еще так дополнительно оно помелится. Я и супы посыпаю. Я и, если что-то другое готовлю, получается, я посыпаю таким порошочком. Пахнет замечательно. Белыми грибами. И знаете, я вспомнила, как у нас в 60-е и 70-е годы на рынок приезжали женщины из Западной Украины. Не знаю, с Волыни или откуда там они были. И они стояли прямо на входе в рынок. И у них такие висели связки белых грибов. Не знаю, было ли у вас там у кого-то такое. Ну, мы же как бы степная часть Украины, Днепродзожинство. У нас грибы по лесам. Ну, там, может, кто-то и найдет где-то белые. Ну, а в основном у нас же степь. И вот они стояли, у них были эти связки грибов. Они там ниточку тебе продавали. Ой, как это пахло. Ты проходишь мимо нее, а там такой запах этих вот сушеных белых грибов. Непередаваемо. Ну, я помню, мама купит там ниточку такую. Там я уже не помню, сколько она стоила. Рубль или рубль 50 на эти деньги. И мама там что-то сделает. То ли суп, то ли кашу какую-то гречную, то ли что-то такое. В общем, вкусно было так ужасно. Вот, поэтому, так, составила я туда всякие свои тарелочки, которые там, ну, что тут у меня тут до шлаг стоит. Это такая вот миска для работы. Знаете, я ее когда-то купила. Красивая такая мисочка. С таким каким-то греческим рисунком. Ой, для чего я ее купила? Я ее купила, типа, сделать целую миску вареников. Вареники с картошкой. Сверху лук жареный, так, с маслом. Потом так берешь их, раз, раз, так вот, раз. Они так попрыгали все, перемазали. Это что-то такое. Это сказочная еда какая-то. Никакой ресторан, конечно, не сравнится с варениками, с картошкой и с жареным луком. Ну, теперь я этого не делаю, потому что там два вареника я лепить не буду. Ну, пойду куплю там готовые китайские. Они называются Dumplings. В принципе, те же вареники, ну, конечно, начинка там другая. Там у них мясо может быть какие-то. Они добавляют горох, могут капусту добавлять. Ну, да, покупаю. Вот, это что, ну, возиться не хочется. Для себя там ты пять вареников делать не будешь. А, извините, целую миску, куда что в нее. Ну, а это вот такая у меня тарелочка. Это, как я говорила, тарелочка для этих, для компьютерщиков с бортиками. У меня единственный недостаток, она не пластмассовая, она такая вот. Чего там она из фарфора сделана, из фаянса. А в ней нету неразделенная, вот. То есть, ты сюда салат, потом там, что там у тебя там еще. Оно это все перемешивается. Я не очень так люблю. Ну, тем не менее, ее можно использовать, эту тарелочку. Так, вот она у меня стоит здесь. Сюда же мисочка пошла. Там я посоставила туда дальше, на всякие там салатники и прочее. Это вот у меня такую тарелочку я купила в свое время. Знаете, это, как это, тарелочку борщу и такой чималый кусочек мяса. А сверху еще, как это говорится по-английски, good doll of sour cream. sour cream это сметана, то есть так, ложечку сметаны. И посыпать зеленым луком. Ой, что может быть лучше, ничего не может быть лучше и вкуснее. Ну, варю борщ иногда. И с рыбкой варю иногда, еще с чем-то там, с говядинкой или там на свиных ребрышках. Это, конечно, тоже замечательный борщ. То есть, практически я все сюда уместила. Между делом, пока я тут этот шкафчик приводила, так сказать, в божеский вид, а тут же еще вот эти шкафы. Ну, тут, в общем-то, у меня порядок в основном. Там чаще тут кофе, чай, я уже говорила. Тут у меня вот надо, сзади вот этот шкафчик, это тут для выпечки. Не мешало бы его, конечно, разобрать. Ну, как-нибудь разберу. И там у меня другой шкафчик, дальше туда, там, где стоят кастрюли и сковородки. Там надо помыть, я мою. Ну, знаете, как бы ты ни мыл, а все равно у кастрюли и сковородки, если ты там пару раз, два, три приготовил, на ней же там все равно здесь оно что-то там течет, нагорает и это там вымазывается. И поэтому чаще приходится убирать. Между делом, я тут пока нашла вот такую вот из-под мяса, я вот их нашла две. Одну такую синюю, это я там собираюсь ребра выпекать. Я ее еще не варила, это стеклышки. Если мне надо утяжелить какую-то орхидею, чтобы она не переворачивалась, то я вот такие вот, это я купила там в баннице, такие стеклышки, я сыплю туда. Кто-то там гальку предлагает положить. Ну, во-первых, у нас как бы на пляже этой гальки нету, но у нас ее продают, здесь можно в магазине купить эти такие вот круглые. Ну, я не люблю, мне это не нравится. И потом стекло, это знаете, стекло есть стекло. Банка стеклянная, это стекло. То есть это такой нейтральный материал. А это я еще между делом тут проварила. Вот такой не синий, а белый поддончик. Вот проварила, можно будет куда-то там посыпать в какую-нибудь орхидею. И пеноплес. Вот так вот я завершила свою уборку. Одного шкафа два дня убирала. Я даже пол вчера не могла помыть, потому что надо было что-то подмести, а тут будет что-то еще падать. Ну и в общем, сегодня у меня уже есть хорошая такая возможность. Наконец-то закончить эту уборку и наконец-то тут протереть полик и сделать его свежим. Ну, а так вот. Значит, хочу сказать спасибо, что вы были со мной, потому что, ну вот вы знаете, так хорошо, вот если бы я была одна, мне было бы так скучно. А так я знаю, вы там, с той стороны все. И вот мне, вот я как бы разговариваю с вами, и мне такое впечатление, я ощущаю, что вы здесь. И мне так хорошо, то есть я вот тут делаю, рассказываю, и как будто я вот так вот с вами вместе. И мне так легче работать, быстрее, интереснее. Ну и надеюсь и вам, я вас соблазнила разобрать свой шкаф. У каждого, я думаю, имеется какой-то шкаф. Хоть в спальне где-то там шкафчик, хоть в кухне, которой вы там давненько не заглядывали, как я. И там обязательно где-то там в уголочке найдете там что-нибудь уже 300 лет просроченное, которое вам не надо, или вообще что-нибудь такое найдете. Что, ой, боже, я уже и забыла, что у меня там это такое было, и вообще для чего я его это покупала. Я, кстати, кстати, вот хочу показать. Вытащила отсюда целую, вот помните, я вчера говорила, вот это вот для микроволновки, ничего мне это не надо, то есть мне теперь надо пойти и отнести туда на мусор. Мусор сам по себе, потом ресайкл, который в переработку. И вот это все поставлю, может кому-то это надо, вот эту штучку туда. А, вот еще хотела показать, вот знаете, из тех вещей, которые 300 лет они мне надо, и которые вообще бесполезны. Это я купила для того, чтобы вот здесь вот поставить бумажное полотенце. То есть я думала, так поставлю бумажное полотенце, потом, когда мне надо, я потяну, оторву. Для чего я их использую? Ну, для всего, вы знаете. Ну, например, там жарила рыбу или там котлеты, постелила на тарелочку это полотенце и выкладываю туда, чтобы лишний жир питался. Ну, потянула, потянула, оно падает, потому что оно такое невесомое. Ну, раз упало, два упало, то есть мне все равно надо взять в руки этот рулон. Так какая мне разница, зачем он будет стоять у меня здесь, пускай он у меня тогда лежит там в ящике. Подумала потом, пойду поставлю в туалет. Поставлю в туалете, там положу, поставлю на него там пару рулончиков, типа, знаете, так стоит про запас. Там один на стене висит, там, с туалетной бумагой, а этот стоит. Ну, хорошо, постоял он там у меня. Как только мне мыть пол, мне надо каждый раз его взять и убрать. И я подумала, ну, зачем он мне. И поэтому вот я его положила в кулечек. И теперь он, не, сначала у меня там постоял, в шкафу, а теперь он пошел в кулечек, и там я это все поставлю, вдруг кому-то пригодится. Ну, я очень сомневаюсь, но если не пригодится, значит, приедет кто-то там забирает весь этот у нас вот такой, кто что выставляет, и пойдет оно туда. Может, где-то кому-то оно будет нужно. Ну, все, на этом я заканчиваю. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что были со мной и помогали мне. А я желаю вам всего доброго. Встретимся!